Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня продолжение Хаус Флиппера. Просто в прошлой серии мы купили с тобой бункер, дом с бункером. И в этой серии мы обещались его, как это сказать, почистить и начать ремонтировать. Давай мы этим... Не-не-не, не сюда нажал. Мне нужно было зайти в браузер. И зайти в имеющиеся, и зайти вот сюда. Перейти к дому. Начнем его отмывать, начнем его очищать, начнем в нем убираться и делать в нем потихонечку ремонт. Я думаю, у нас все получится, я думаю, что у нас все наладится. Начнем, естественно, изнутри. В прошлой серии мы и поняли, что чистить можно все это дело снаружи, но снаружи его до сюда не достает, и это самое грустное. Хотя, в принципе, я думаю, можно вот здесь вот окна-то помыть и открыть их. Собственно говоря, попробовать еще раз шлангом пройтись, чтобы меньше вытирать швабры. Так как швабры всяко дольше получается все делать, будем пробовать все это делать шлангом. Открой, открой и открой, естественно. Так, вот здесь... Да здесь ладно, здесь ничего страшного. Так, берем шланг. Ой, не туда нажал. Шланг берем. И начинаем поливать. Я смотрю прямо на загрязнение, а загрязнение не уби... Эть. Загрязнение не особо убираются. Это отчасти досадно, но в целом справедливо. Я думаю, что если бы так было все просто, то... Хотя... Хотя вот отсюда достает он до тех загрязнений. Я смотрю по карте, просто там что-то пропало. Но я думаю, все-таки есть какой-то рейндж у всякого... У этого... У этого, как его называют? У нашего шланга, поэтому он, наверное, просто не достает досюда. Но в этом нет ничего страшного. Давай будем убираться так, как у нас, в принципе, получалось до этого без шланга. Шланг это имба, конечно, но иногда приходится поработать и руками. Сейчас намоем, сейчас почистим, сейчас все продадим, чтобы закупиться новеньким. Новеньким, всем красивеньким. И будем радоваться нашему бункеру, сможем в нем выживать. Не знаю, от кого, правда, прятаться в нем будем, но от кого-нибудь спрячемся. Мало ли людей, недоброжелателей, которые нам хотят навредить. Ой, мне аж палец задергался, что происходит. Я надеюсь, что у меня сейчас не будет всякой вот этой вот ерунды со светом. Я думаю, что у меня... Ты меня нормально будешь видеть. И не будет ничего дернуть, потому что у меня тут лампочками я весь увешивался, как этот, как гирляндами на Новый год. Так, давай убирать мусор в этой комнате. Начнем с этой комнаты и потихонечку передвинемся в зал, да? В гостиную с элементами кухни. Как бы продолжаем мы с вами в режиме... В медленном режиме, короче, в неспешном режиме играть. Давай продадим эту кровать, она нам нахер не уперлась здесь. Стоит, мешает стук. Ну и полки вот эти тоже поудаляем, они тоже не нужны. Это что такое? Это фотографии болота, они тоже здесь, в принципе, как бы не несут какой-то практической пользы. Следовательно, мы это все продали. Отмоем сейчас остатки грязи и перейдем в другую комнату, а потом уже будем заполнять ее мебелью, вот эту комнату. Ну и точно так же следующее. Ну что такое-то? Так. Опа. Это что такое? Вот что вот это вот такое? Вот где здесь может быть грязь? Ты видишь вот эту вот паутинку? Половинку паутинки? Это даже не паутинка, или это паутинка все-таки? Это где-то здесь. Прямо вот тут. Да. Это баг, скорее всего, какой-то. Потому что и этой паутинки по факту нет. Можно, конечно, попробовать сделать вот таким образом. Да, вот таким вот образом. Именно таким. Прогнать шлангом все это дело, но... Мне кажется, это ничего не исправит. Ну хотя бы потому, что там по факту нет ничего. Ну и ладно, мы не будем на этом зацикливаться, задерживаться. Просто начнем убирать следующую комнату. Возможно, авось пропадет эта паутинка, когда мы уберем в этой комнате. Как примерно было с тараканами? Тараканы же тоже у нас пропали после того, как мы просто взяли и в настройках поменяли что-то там. Просто взяли их, отключили, тараканов подключили, и они пропали. Хрен его знает, как оно здесь работает. Итак, это не продает, это не убирается. Это стоит здесь. Диванчик поднимаем, посмотрим, что под диваном лежит. Под диваном грязюк лежало. Слушай, то ли это из-за того, что я шлангом все помыл, то ли это из-за того, что это просто... Не знаю, из-за чего здесь может быть грязь. Не знаешь, из-за чего. Так, ну потолок, ладно, я... Ну да, это скорее всего какой-то баг, потому что вот здесь вот, например, есть, а вот сюда отходишь... Вот, начинаешь мыть какую-то поверхность определенную. Сейчас, смотри вот на карту. Сейчас по-любому получится. Во, видишь, пропало все. Перестаешь мыть, шагаешь, хренах появляется. Короче, это все дело рук каких-то там, не знаю, вредителей. Они не хотят, чтобы у нас в комнате было чисто. Да все продадим. Оно нам нахрен не нужно. Мы в бункере будем жить, в конце концов. Мы этот дом купили для того, чтобы был бункер. Это целый? Целый стол? Пошалеть. Вот это да. Но оно нам и не нужно. Мы, наверное, поставим здесь сейчас что-нибудь другое, более практичное. А, возможно, вообще ничего не поставим. Я же говорю, мы купили этот дом исключительно ради бункера. И, естественно, естественно, мы... Что мы естественно? Мы будем в первую очередь делать бункер. Нам нужен бункер. Нам нужно выживать. Нам нужно прятаться. От кого, не знаю. Я говорю, мы найдем, от кого прятаться. Самое главное, бункер сделать. Пойдем в следующую комнату убирать. Нет, в эту комнату мы потом пойдем. В спальне. В спальне тоже срачельник полнейший. Я не знаю, почему здесь так грязно. Кто здесь жил до нас. И почему нам продали этот дом так дорого, если тут такой срач. Мне сказали, что, типа, попробуй подгонять под каждого из вот этих вот чубриков свой ремонт. А как под них подгонять? Что делать-то нужно? Я просто понимаю, что здесь можно продать. Продать и вот кому продать? Здесь вот показаны покупатели, я так понимаю. Нажимаем на одинокого волка 37-го. 37 лет, бывший военный стратег хочет защитить семью любой ценой. Даже если ему придется решить кого-то жизни. Адрес улицы Анонимова, картзина. Контактные данные такие-то, такие-то. Дата рождения такая-то. Нет купленных домов, нравится отсутствие информации, отсутствие информации. То есть у них у всех нет ничего. Понимаешь, у них нет нравиться. То бишь, под каждого покупателя мы увидим его интересы только после того, как мы постараемся продать ему этот дом. И не раньше. То есть предыдущим покупателям пытались что-то впарить. Они участвовали в торгах. И, естественно, мы знаем их интересы. А остальных мы не знаем. То есть вот этот одинокий волк, например, он новый. И у нас нет информации по нему. Мы не знаем его вкусов и не знаем его интересов. Он, конечно, хочет защитить семью, но... Что ему предлагать? Что такое? А, это мусором считается. Понял, понял. А это тоже считается мусором? Это вообще ничем не считается, походу, да? Эй! Он, видать, настолько рабочий, что к нему подойти нельзя. Сколько здесь комнат? Эту комнату убрали, эту комнату убрали, эту комнату тоже убрали. И убрали эту комнату. Получается, первый этаж весь готов. Второго этажа здесь вроде бы как бы нет. Собственно говоря, пойдем... А как я должен здесь сползать? Постоянно... Ну, не постоянно, а уже второй раз. Второй раз у меня проблема вот с этим вот спуском происходит. Что ты будешь делать? Возьми ты банку. В чем проблема? Молодой человек. Не хочет брать банку, представляешь? Он, видимо, триггерит на какой-то, может, на стул, на что-то еще. Вот он не хочет, видишь? Он не хочет взять банку. Нужно отойти куда-то, чтобы взять ее. А мне это вовсе не нужно. Ой. Стул тоже плохой, значит, он сказал выбросить его нужно. Ладно. Ботинки здесь тоже есть. Ружья есть. Краска. Какая-то хрень какая-то. Томатная паста, возможно. Вообще не знаю, что это может быть такое. Сильно меня в комментариях там не ругайте. И дизлайками не закидывайте, если я что-то сделаю не так. Потому что я как бы не профессионал в этом деле. Бункера у меня своего личного нет. Поэтому по образу и подобию я сделать его не могу. Опа. Смотрите, наслаждайте, пишите свои предложения по улучшению. Но я думаю, что мы его тоже продадим. Потому что он нахрен нам не нужен. Мы стремимся к самому последнему дому, который, по-моему, на Луне. И думаю, к нему мы придем очень-очень скоро. Получается, что это? А где мусор еще? Что, мусора больше нет? Мусора, видимо, больше здесь нет. Здесь... Ого! Шкаф какой выбросил. А то он еще походил бы. Хороший шкаф. Комод, точнее, было бы правильно назвать его. Выбрасывать здесь тоже больше нечего. Туалеты, ванны, эти, как их называют, раковины. Все повыбрасывал. Правильно, блядь. Не твое, не жалко. Так, с мусорку выбросили. Это выбросили, это выбросили. Тут я понимаю, тут можно выбросить. Это бесполезная ерунда. Это коробки, там все дела. А сантехнику зачем выбрасывать? Что за дурная привычка выбрасывать все подряд? Нужно же сначала разобраться. А потом уже думать. Точнее, сначала разобраться, а потом уже выбрасывать. Ой, зачем я здесь закрылся, если я здесь уже все вымыл? Вот тут что-то осталось. Отлично. А где-то, где-то тут еще мусор остался. А я его не вижу. Может быть, вот эта вот ерундовина? Подожди. Да вот она грязная, но а что делать с ней? Что, ее нужно выбросить или что? Нет. Или что? Нет, это не она. А где здесь грязь? Вот она. Да? Нет, это другая грязь, которая вовсе не была отражена на мини-карте. И как же быть? Как же быть? Не знаю. Представляешь, опять пропала. Здесь очень много багов, я так понимаю, с этой грязью, с загрязнениями. Когда у тебя их именно много. Когда у тебя много загрязнений, очень много багов с этим случается. И он не особо понимает, что нужно удалить с карты. А что нужно добавить? И он теряется. Еще бы не потеряться. Столько грязи. Так, так, так. Все почистили. Все убираем потихонечку. Оп. Отлично. И там что-то еще осталось, да? А что здесь-то нужно? Это где-то, видимо, вот... Где-то, видимо, вот здесь, что ли? А как я должен догадаться, где нужно отмывать, если у меня... Если я не вижу эту грязь? Ну, цветом отличается немножечко лесенка, но как бы она не грязная, она не показана, что грязная. Она не отбывается, хотя, по крайней мере, она ничего не делает с ней. Швабра это. Ладно, давай не будем париться с этим делом и продадим вот эти все баночки-скляночки. Не будем... Да пошел ты в жопу, мы купим потом еще. Обязательно купим просто... А, они продаются вообще? Погоди. А то я продавать-то продаю, это здорово. А вот что делать-то? Декор, конструкция, освещение, покрытие, растение, досуг, домашние питомцы, декор, бассейны, конструкции. Другое. Другое. А выживание есть здесь? Какое-нибудь ограждение, покрытие? Нет, это не то все. Торжественный трофей, электроника. Вода, например. Можно? Вода. Не-не-не, это не такая вода. Вода. Откуда я должен взять эту самую? Соленье варенье. Мм? Откуда мне их найти тогда, если я не могу их прикупить? Не пойму вообще тогда. Непонятна мне логика этой игры. Как я должен их купить? Консервов, если здесь нет. Перевернутый дом. Понятно. Слушай, а, выживание видел. Вот, выживание. Все здесь есть, поэтому мы можем смело продавать всю эту ерунду, которая лежит в подвале. Пластмассовая бочка. Бутылка воды, контейнер для воды. Турбина, вырабатывающая электричество. Так что, все, продаем. Не думаем ни о чем. Пусть они там, как хотят, жалуются. Я лучше продам, потом куплю, заполню все вот эти стеллажи. Так как они, вот эти вот всякие вот мелкие ерундовины, они у нас просто-напросто занимают время. Ну ладно, похрену. Ничего страшного. Стеллажи. Вот этот бы стеллаж тоже может продать. Или вот этот стеллаж продать. Да вообще все продать нужно и сделать нормальные стеллажи. Хотя, я думаю, здесь не особо большое обилие. Не особо богатый выбор с этими стеллажами. Но, как бы, как бы ладно. Смотри-ка. У нас в предыдущей части, когда мы с тобой ремонтировали кому-то этот бункер, был вариант, не вариант, а первым делом мы должны были поставить, как его называют, электрический генератор. И, естественно, в первой комнате ставить электрический генератор вообще нерезонно. Следовательно, мы должны поставить генератор где-нибудь там, куда добраться будет сложнее. То есть, по-хорошему, вот сюда вот нужно поставить генератор, чтобы он здесь вот стоял. И, естественно, чтобы до него было долго идти. То есть, если на нас кто-то нападает, мы не отдаем с самого начала генератор. То есть, от нас просто, нас отключат от электричества, и что делать? И ничего не делать. Получается, мы остаемся без электричества, и нас убивают. У нас там кислород перестанет вырабатываться, все перестанет вырабатываться, и мы потеряем всякую надежду на выживание. А сейчас, чтобы дойти до, как его называют, до генератора, нужно пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Через все, короче, пройти, чтобы это все сделать. Найдем сейчас с вами стеллаж. Хотя, давай не будем вот этим заниматься ерундой. Продадим все, просто все продадим, чтобы не морочить голову ни себе, ни тебе, и просто-напросто начнем с нуля заполнять этот бункер. Думаю, денег, за которые мы продаем, хватит для того, чтобы купить все необходимое в этот бункер. Я думаю, они все продаются по той же примерно цене, что и покупаются, так что не особо много мы потеряем. Не хочу просто все это дело перекладывать самостоятельно, ручками вот это вот поднять, переложить, поднять, переложить. Думаю, что купить потом будет гораздо дешевле. Ой, дешевле, проще. Может, немножечко мы в деньгах и потеряем, но это будет не так критично, как вот время, которое мы потеряем на поднимании, на вот этом вот перекладывании всяких предметов. Вот эти стеллажи, наверное, тоже к хренам собачьим продать, да и все. Этого мало, чтобы сложить мои запасы. У тебя, в принципе, и запасов-то нет, я все продал. Где мы разместим запасы? И эта комната у нас с тобой куда выходит? Во двор. Нихуй на себе. В бурьян она не во двор выходит. Получается, это тоже такая же прихожая. Здесь можно разместить... Что здесь можно разместить? Здесь по-хорошему вообще размещать ничего не нужно. Здесь нужно какой-нибудь умывальник разместить, чтобы люди, которые приходят с улицы, наверняка зараженные, или, например, пораженные чем-то, чтобы, не трогая нас, они могли, например, как это сказать, мы им позволяли вот открыть этот люк, они заходят сюда и могут умыться. И, например, один стеллаж с припасами, чтобы, ну, наверняка никто здесь не сдох, если что, вдруг. А вот более что-то важное я не осмеливаюсь там поставить. Знаешь, я не буду здесь жить. Да не живи, я же тебя не заставляю. Книжки это здорово, но мы их купим позже. Без мебели я бы сошла с ума. Да сходи с ума, я тебе что говорю, чтобы ты здесь жила, что ли, прямо с самого начала. Здесь так же, но это из дома. Из дома как-то более, что ли, более сложнее попасть в бункер. Ну, хотя бы потому, что это из дома. В дом нужно тоже сначала попасть. То есть это какая-то двойная защита, дом наш. И, значит, смотри, здесь мы ставим стеллажи. Стеллаж на выживание. Выживание другие стеллажи, или здесь нужны просто стеллажи? Электрогенератор какой-то. А там что было? Турбиновырабатывающее электричество. Это дороже просто получается. Короче, тогда мы ставим вот сюда вот. Сюда вот. Этого огнетушителя. Ну-ка. Огнетушитель, естественно, вот в эту комнату. Ну, потому что пожарная безопасность превыше всего. Если у нас не будет пожаров, у нас будет все хорошо. Рядом с генератором, с турбиной. Если она загорится, бомбанет этот огнетушитель и потушит все, что горит. В ванной, в принципе, и так вода есть, значит, ничего тушить не нужно будет. И здесь поставим тоже огнетушитель. А, нет. Лучше вот здесь вот поставить. Так же, как и там, вот по эту сторону лестницы. Далее, что мы здесь должны разместить? Еще в нашем бункере должен быть... Стеллаж. Стеллаж должен быть большой. Мало того, что большой, так и еще и... Еще и и еще и... Так, кал вот это вот мы не будем. Потому что реально кал, он квадратный и низкий. Нам нужно что-нибудь такое, знаешь... Что-нибудь большое, такое под еду. Потому что вот этот вот стеллаж, мы в любом случае возьмем гаражный, вот этот стеллаж стальной. Но он больше подходит под какую-то такую... Такую производственную, что ли, хрень какую-нибудь, я не знаю, под молотки, под инструмент, под... А что там еще можно это дело использовать? Что можно на него еще, например, положить? Да не знаю, на него что хочешь, можно положить. Посмотреть нужно вот этот вот стеллажик, который вот... Вот здесь... Почему ты вышел из стеллажей-то? Стеллаж мне нужен. Вот это вот стеллаж. Как выглядит? О, не-не-не-не-не, это все ерунда. Давай купим несколько вот таких стеллажей. Мне шкафчик вот этот нравится. Но пока стеллаж. Пока стеллажи. Стальной стеллажей купить несколько. Естественно, мы с тобой поставим стеллажи вот эти вот металлические, я так понимаю, но только... Их мы в бункере и будем использовать. Ширина комнаты не позволяет поставить бункер... Ой, бункер этот, блядь, как он называется? Чутка... Еще чуть-чутка больше этих полок в ряд, но ничего страшного. Закрой, включи свет. Нужно еще лампочек повесить, чтобы посветлее было, а то как-то здесь больно траурно выглядит все. И надеюсь, ничего не поменялось. Я чуть-чуть-чутка отходил, отъезжал. И мы закончили на том, что ставили стеллаж. Стеллаж мы поставили вот сюда один. Эта комната, знаешь, типа прихожей, что ли, и в ней ничего не будет. В ней должна стоять вот как раз таки аптечка. Да, все верно. Только будет стоять она вот немножечко здесь. Кстати, комната с кроватью. Где у нас будет стоять? Где будет находиться? Вот здесь кровать будет находиться. Херушки, она здесь не будет находиться. Кровать-то где будет стоять? Как раз по-хорошему вот эта комната средняя, центральная. Она должна стоять здесь, кровать наша. Стеллаж сюда не влезает. Сюда тоже не влезает. Поэтому давай попробуем пока что поставить сюда этот стеллаж. И вот сюда поставить кровать. Потому что кровать, она пока что самое важное, что в нашем бункере должно быть. Мы же все-таки будем в нем спать в этом бункере. А то иначе получается какая-то ерунда. Да, назад-назад, выживание и в... Нет, не в запасы. Ой, блядь, погоди-ка. В двухъярусную кровать. Зачем двухъярусную, если я буду жить один? Видимо, кто-то к нам подселится со временем. Неизвестно мне. Да? Да. Скорее всего, так оно и будет. Ага, надо было кровать раз, а где два? Одна кровать, но в порядке. А нахера тебе две кровати, женщина? Она двухъярусная. Может быть, ты не понимаешь, как работают двухъярусные кровати, но... Тут может спать два человека на одной кровати, представляешь? Этот ярус не для... Два яруса не для одного человека. И... Ой, блядь, ну что же за жизнь такая? Представляешь, она не влезает. Охрен ли, я вот сюда поставлю. Как тебе такое? Ну-ка. Чутка вот сюда, вот так. Пойдет, пойдет. Аптечка будет вот здесь вот стоять на вот этом стеллаже. Аптечка на уровне... Снизу, короче, должна стоять. Немножечко снизу. Потому что если будет плохо, то наверх не поднимешься. И, естественно, противогаз, противогаз... Ой, противогаз, блядь. Газопроводка. Откуда газопровод, я слово взял вообще? Молоток вот тут пусть лежит. Типа, если прям совсем херово будет, чтоб самоубийца. А вот эта вот ерунда, как она называется, огнетушитель, будет стоять вот здесь. Нахера он в том углу стоит? Не знаю, просто он там не мешается хотя бы. Кровать. И, естественно, здесь где-то должно быть что-то еще. Но пока еще не решил, что, поэтому... Поэтому, поэтому, что еще может здесь быть? Еще одна аптечка. Нет, это мне не нужно. Давай бункерную лампу еще одну захерачим вот сюда. Купить сейчас. Он типа хуже... А почему они все горизонтальные? А я... Это самое... Непонятно, нихера понятно. Ого, как засветило ярко. Вот это да, вот это дела. Вот. Почему-то они все горизонтально находятся, располагаются. А это вот почему-то вертикально прилипает. И это меня вводит в некий диссонанс. Так, давай сюда еще лампочек наставим. Навешаем, чтобы оно... Чтобы оно ярко светило. И чтобы... Не понял. Включи лампочки. Нам, блядь, с таким количеством лампочек никакой этот генератор не поможет. Зато светло и мухи не кусают. Красота? Красота. Почему они все горизонтальные, а это вертикально... Точнее, наоборот. Почему она горизонтальная, а все остальные вертикальные ставятся? Вот это все-таки не очень ясно. Здесь очень темно. Хотя, блин, мы сейчас бункер, короче, заделаем, обкрасим всякими такими цветами яркими, чтобы, блин, было здесь очень весело и чтобы не было грустно. Логично? Логично. Обосраться прям как логично. Так, а погоди, я вот это что такое. Могу стиралку сюда поставить. Ну ладно, давай сюда стиралку поставим, пока не будем бронировать место под огнетушитель. А почему здесь нет выключателя? Где выключатель? Ну-ка. Выключатель. Кто-то спиздил выключатель, и это не очень... Меня не очень радует. Выключатель. Назад. Выключатель. Купить сейчас. Естественно, отставим его вот сюда. Так, вот сюда. Оп. Включаю свет. Но этого света нам явно мало. Нам явно мало этого света. И, собственно говоря, мы нажимаем купить несколько, чтобы... Чтобы... Чтобы было... Чтобы было здесь светло. Где-то вот здесь должна лампочка быть. Так. И вот здесь должна быть ламп... Подожди. Прям под самым потолком должна быть лампочка. Вот тут. Вот так. А она не вращается, понимаешь? Она не вращается. Если бы я мог, я бы ее уже вернул. Крутанул бы. Все. Светло. И мухи не кусали. Самое главное, короче, чтобы мухи не кусали. Чтобы было светло. Так. Здесь светло. И здесь светло. Красота. Денег у нас сколько с тобой? 822 тысячи. Этого будет вполне достаточно, чтобы... Чтобы сделать... Сделать что-то... Чтобы что-то сделать. Короче, давай с этой комнатой решим. Чего в нашем бункере должно быть? В нашем бункере с тобой должно быть следующее. Ну, выживание. Нажимаю уже. Назад. Туалетная бумага будет в туалете. Она здесь нам не нужна. Назад. Ручной пулемет. Дробовик феский. Пистолет феский. Топливо. Бля. Какой я дебил, конечно. Или... Подожди. Нахуй я газовых баллонов наставил? Я думал, это противогнетушители. Я бы, блядь, газовых баллонов понасталил. Охереть, как безопасно получается. Охереть, как безопасно. Нахера мне газовый баллон? Ты мне расскажи. Почему я так нетушителей тогда? Вот ураг. Вот ураг. Не, нахер. 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 Вот в эту комнату все эти газовые баллоны мы составим. Если что, вдруг придем сюда. Что ты мне раньше не сказал? Что ты сидишь молчишь-то? Ёлки-палки. Сказал бы, что это газовый баллон. Я бы не покупал хоть. Хожу тут с умным видом, расставляю. Твою мать. А оказывается, что это все дело уже... Не огнетушители эти вовсе. Уже даже название придумал. Огнетушитель. Хожу, огнетушитель. Оказался газовый баллон. Вот такая вот история. Вот, блядь, невнимательность моя доводит меня вот до такого вот состояния. Представляешь? Представляешь. Ага. Мы с тобой занимаемся этой уже херней. С хрен знает сколько времени. И так до сих пор ни к чему не пришли. Какой план действий-то у нас? Вот сюда мы наставим воды. Вот сюда наставим жрачки. В два стеллажа разные жрачки, да? Или сколько там вариантов жрачки. А вот сюда наставим... Да что тоже еще наставим? Я не знаю. Выживание. В запасы. А что за два запаса? Так, этот запас мне не нужен. Мне нужен вот такой запас. Военный контейнер. Ящик с боеприпасами. Туристической консервы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 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 Этих полок нужно под это все дело. Ну, значит, смотри. Здесь получается раз, два, три, четыре, 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 двенадцать. Ну, что-то двенадцать мы найдем. И, естественно, тогда покупаем вот сюда только продовольственный припас. Я не знаю, почему. Я изначально не хотел сюда продовольство ставить. Но я так понимаю, здесь особо больше некуда это все влепить. И, значит, значит, что? Ну, кухня у нас есть не по месяца. Вот здесь должна быть где-то кухонька. Кухонька будет здесь угловая или здесь где-то? Пока еще не решено. Но я думаю, что здесь нам некуда будет ее ставить. Ладно, закроем, чтобы не отвлекаться. Давай начнем закупаться. По выживанию. Выживание, вторые запасы и... Угу, угу, угу. Начнем с самого первого. С туристической консервы. Туристической консервы купить несколько. Затарим. Вот отсюда вот пойдем. Вспомним трейдер лайф симулятор и... Наставим туристических консерв ровно. Возможно, именно это вы имели в виду под реализацией бункера, но я что-то как-то по-другому это немножко представлял. Ну то получается какая-то бели-берда. Блять, немножечко сместил, представляешь? И проебался получается. Ну и ладно. Ничего страшного. Все допускают ошибки. Большие, маленькие, неважно. Но допускают. Не слишком много, но может мы как-то выживем. Как-то выживешь по-любому. Ты еще даже в этом бункере не живешь. Так, эти... Все, это закончили мы с тобой покупать. Теперь обратно в запасы и в тунца. Тунец купить несколько. Угу, угу, угу. У меня есть предложение покупать немного меньше, что ли. Как-то по половинке стеллажа, что ли, заполнять. А то как-то мы реально очень долго будем этим всем заниматься. Меня это абсолютно не радует. Я хочу это все-таки на результат работать, а не на количество. Вот это я понимаю. Такого запаса еды будет достаточно. Конечно будет достаточно. Я, блять, за тебя переживаю вообще, чтобы ты у меня купил эту... Как ее называют? Эту... Эту... Бункеру. Бункеру. Не знаю, хотел просто нормально что-то сказать, а получилось как всегда. Ага. Угу, угу, угу. А что, русский язык очень даже гибкий. И может быть когда-то... Бункеру. Приделают женский род. Бункер мужского, конечно, но... Можно и бункера говорить. Бункера в женском... Роде, в смысле, они... В множественном числе. Хотя бункеры, говорится, а не бункера. Ну и ладно. Так, вам всем достаточно или нет? Или вам нужно еще что-то? Давай помидоров купим. И потом купим еще этих, как называют... Стеклянных баклашек этих, которые там стоят. Блять, немножечко... Проебался я опять. Ну ничего страшного со всеми бывает. Я уже говорил. Я еще пока не знаю такого человека, который бы не проебывался совсем. Ошибки совершает каждый. Совершать ошибки полезно. Не всегда для здоровья, но... Вообще полезно. Человек только на своих... Как это сказать? Лучше всего человек учится на своих ошибках. Естественно, он может научиться и на чужих ошибках. Но не факт, что это как-то ему поможет. То есть... На своих ошибках здорово, конечно, учиться. Не всегда, опять же говорю, полезно для здоровья. Да что ты встаешь-то, дура? Зачем я кверх ногами рис кладу, спросишь ты меня? А я скажу, а я не знаю. Мне просто лень переворачивать. Лень переворачивать. Я вот, например, в своей жизни учился только на своих ошибках. Я вот почему-то не слышу других людей. Даже если мне говорят, блядь, не делай. Ну, типа, знаешь, куда ты... Не лезь, блядь, дебил, сука. Вот так вот. Вот типа к медведю. Когда видел наверняка видос. Где мужик лезет к медведю в клетку. И его останавливают. А он не пытается остановиться. Он, блин, хочет своей головой додумать, что все-таки так делать не нужно. Потому что когда голова-то не особо работает, естественно, ты так и будешь делать. Вот. Бутылка для воды. Точнее, бутылка воды. За 30 рублей. Мне кажется, за 30 рублей сейчас бутылку воды купить крайне сложно. Это цены 2018 года. Как, собственно, и игра. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять прогибался. Представляешь? Цены актуальны. 2018 год наверняка. Потому что в 2021-м этого... Такие бутылки воды уже не поддаются за 30 рублей. Достаточный запас воды. Сейчас мы можем жить. Да я думаю, вот этого хватит. Можно еще бутылок для воды вот этих вот купить. Бочку вот такую вот можно присандалить. Какого-нибудь цвета такого зелененького. Она очень... Будет кон... Контрастно смотреться. Зачем она нужна здесь, я не понимаю. Но она у нас есть. Это классно. Вот контейнер для воды. И зачем он нужен, не знаю. Но пусть стоит вот здесь. Чтобы купить предмет, нажмите... Да я знаю, как покупать предмет. Что ты мне из меня дурака-то делаешь? Ну, я, конечно, туплю иногда. Но не настолько же, блядь. Так, у всех плюсики только летят вверх. Ну, это хорошо. Это самое главное. Возможно, они купят у меня достаточно дорого этот дом. Пластмассовая бочка. Канистра. Канистра. Давай купим несколько канистр. Нахер они нужны? Я тоже понятия не имею. Но, видимо, они очень нужны. И, возможно, их даже по достоинству оценят потенциальные покупатели этого дома. Блядь, немножечко криво поставил. Нет, не криво поставил. Что, дуришь-то? Друг на друга ничего не ставится. Это обидно. Но ничего страшного. Покупаем теперь все в баночках. Мне кажется, я все-таки переиграл немножко в Trader Live Simulator. У меня теперь во всех игрушках должны быть элементы этого трейдера. Ну, еще бы, блядь. 32 серии записал. Это ж вообще ни в какие рамки не лезет. 32, да? Или 31. Я не помню. Много, короче, записал серий. Не знаю, как я умудрился. Но, видать... Видать, такой я молодец. Вот. Сейчас мы покупаем орехов и всяких других солений, вареней, чтобы наши эти, как их называют, добровольцы, которые купят эту домину с бункером, были рады и жили только в бункере, потому что в этом бункере уже запасов еды на полгорода хватит. Ну, или кому-то на обед. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Ну, ставься. Так, так, так. Я думаю, достаточно. Мы, как бы, вроде бы, как бы что-то вот вроде бы сделали. И самое главное. Кухоньку бы вот здесь вот организовать какую-нибудь. Я не знаю, а где ее можно организовать. Здесь места нет. Здесь тоже места нет. Ну, давай что-нибудь придумаем. Какой-нибудь вот в этой комнате, может быть, да? Ну, давай попробуем хотя бы в этой комнате сделать. Просто в этой комнате здесь мы уже в целом-то все сделали. Сейчас можно телевизор какой-нибудь повесить, чтобы совсем уже скучно не было. Чтобы наверняка. Кстати, большой пищевой контейнер. Давай купим несколько. А то что же мы баклажек с водой для воды накупили, а пищевых контейнеров не накупили. Это никуда не годится. Что у нас там еще-то есть? Запасы. Пластмассовая бочка, она нам, наверное, не нужна. Ящик с боеприпасами. Купим несколько. Ну, а хрен ли бы, нет. Так. Так. И друг на друга они ставятся? Ставятся. Самое главное. Это был ящик с боеприпасами, а сейчас будет... Сейчас будет военный контейнер. Купить несколько. О, блядь, какой он огромный. Какой он огромный. Он реально большой, поэтому поставим мы его... Так, вот сюда. Он полторачку все стоит, поэтому не особо велика потеря. Так что все. С той комнатой мы, наверное, решили. Состояние счета 679 тысяч. С этой комнатой мы что решаем? С этой комнатой мы решим... Вот что. В этой комнате у нас будет с тобой следующий набор. Следующий набор. Следующий набор. Еда. Еда здесь будет какая? Здесь еды не будет. Здесь будет бутылка воды. Несколько бутылок воды. Вот здесь вот, чтобы наверняка... Чтобы не сдохнуть от жажды, если ночью проснешься. Ну, обычно такое бывает. Я вот, например, каждую ночь, часа в три, как по будильнику просыпаюсь, зачем, не знаю. Как оно так работает? Из-за этого я не высыпаюсь вообще. Конкретно не высыпаюсь. Но просыпаюсь каждую ночь. Может быть, у меня кто-то будет. Может быть, что-то еще. Этого я никогда не узнаю, наверное. И поэтому вот от этого мне становится очень грустно. Давай туалетки купим. Вот сюда вот рядом с водой поставим. Чтобы не намокло. Вот. И у меня обязательно должна стоять кружка с водой. А если кружка с водой не будет у меня, если у меня кружки с водой не будет, то... Ой, а что не разъехались? То я буду очень грустить. Так как в три часа ночи мне внезапно хочется пить. Понимаешь? Ты просыпаешься ночью, вообще не понимаешь, что происходит и хочешь пить. И если у тебя нет воды рядом с кроватью, то все, ты в панике, блядь, что делать, что происходит, как жить, как дальше, что делать. И тут приходит на помощь вода. Кружечка с водой. Это прям как в пустыне просто. Телевизор. Давай-ка телевизор повесим. Можно подвеснуть телевизор? Сейчас я херачу, не? Можно, блядь, чтобы скучно не было. А что хули они там будут сидеть, лежать в этом бункере? Пускай телевизор... Пускай телевизор тоже будет. А здесь будет кухонька. Естественно. Кухонька будет маленькая, но как это? Функциональная. Светлый правый угловой. Светлый правый угловой, левый верхний похоронный. Так, подожди. Это мне нужно, значит... Чё делать? Чё делать? Чё делать? Чё делать? Где здесь вот такую хрень, которую я продал на втором этаже? Точнее, на первом этаже. Угловая хреновина с раковиной. Она прям была удобной. Я посчитал, что это очень практичная хренота. Вот типа классический угловой вот этот кухонный комплект с раковиной. Вот мне вот такая хрень нравится. Мне на самом деле такая ерунда нравится. Кухонный комплект с духовкой. Кухонный остров с варочной панелью. Кухонный остров с раковиной. А можно вот типа вот такой вот бандурды купить, нет? Чё-нибудь тоже в сером цвете, чтобы оно было... Чтобы оно было не маркое, чтобы оно... Чтобы оно было просто. Я надеюсь, что оно поместится сюда. Нет, хуя, она поместится сюда. Она не поместится сюда. Так что мы выбираем самое-самое дешманское оборудование. Раковину, раковина, раковина. А почему здесь нет подразделений на раковину, на... Ещё что-то такое. Яркая встраиваемая мойка. Мне не нужна марамойка. Это яркая встраиваемая. Она у меня замарается очень быстро. Мне нужно что-нибудь такое. Эдакая. Цена самая высокая. По алфавиту наиболее старых. Светлая раковина. Деревянный шкаф с раковиной. Давай купим деревянный шкаф с раковиной. И тёмный правый шкаф... Почему правый? Почему он не левый? Тёмный левый, вот, блядь. Тёмный шкаф с ящиками. Тёмный правый угловой. Ладно, давай купим вот эту вот ерундовину. Чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы было. В сером цвете. В сером, блядь. Нажимаю на чёрный. Чё с головой, блядь? Белый. Айд белый какой. Почему тут белый? Этот белый. Чёрный. Мне нужна серая древесина. Всё в серую древесину. Потому что она не будет маркой. Чё, палёный дуг? А, палевый. Чё здесь такое? Светлый. Нет, тёмный. Тёмный и тёмный. Всё в тёмный купить сейчас. Сейчас раковинка будет стоять вот здесь. И, естественно, рядом с этой раковиной, с чудесной раковиной, мы поставим с тобой ещё, ещё поставим с тобой вот такой вот тёмный шкаф с ящиками. В сером цвете, абсолютно в чёрном цвете, в тёмном, в сером, в сером, в сером, в сером. Всё в тёмном. И купить сейчас. Я думаю, что он влезет вот сюда вот между дверью и раковиной. И один хер он не совпадает по цвету. Вот это вот как так получилось? Я ж в серый цвет всё делал. А, ну это просто серый, а это серый древесин. Ну и ладно. Чё ж поделаешь. Теперь нужна... Как это нахрень называется? Это скорее в электронике больше, да? Да, это наверняка в электронике. Это от этого грустно становится. Нам нужна... Не варочная панель. Как она... Панель, короче, напишу. Возможно, она поймёт меня. Играет им. Нет, хуй, она поняла меня. А, почему она в варочную не нашла панель? Мне нужна мебель. А, нет, подожди. Техника мне нужна. Чё-то из электроники. Кухонной электроники. Да, индукционная плита. Плита, плита, блин, называется-то. Индукционная плита вот эта, наверное. Хотя, нет, вот эта лучше. Купить сейчас. Положить вот сюда вот плиту. Вот сюда вот, вот так вот повернуть. И всё. То есть раковины есть. Пожрать я... Могу приготовить. Электро вот эта херота тоже есть. Пойдём теперь в ванную. В ванную будем реставрировать. Продать вот эту вот душевую кабину. Она прям вообще непрезентабельно выглядит. Я думаю, что есть здесь не место. Поставим с тобой вот эту вот... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Стреляет что ли из автомата кто-то? Поставим вот эту простую, которая монти... Наверное, вот этот монтируемый душ в чёрном цвете, чтобы не маралось. Вот сюда вот поставим, установим. Естественно, сразу же. Стены я не покрасил. Вот это вот, блядь, я не подумал, конечно. В самом начале-то нужно было стены покрасить. Хотя я не знаю, есть ли здесь вообще смысл всё это делать. Стены красить и вот этой ерундой заниматься. Но я думаю, что мы всё-таки этим займёмся. Потому что, ну блин, а чё нет-то? Почему нет? В серый цвет. Так, 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 так. Всё, отлично. И здесь должна быть раковина. Раковина, 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 сингс. Раковина будет самая максимально простая, потому что, не дай бог, расшибёшь. А, тут устанавливать тоже нужно. Так, да, чё такое-то? Угу. Завинтили, закрутили. Завинтили, закрутили. Закрутили, закрутили. Привинтили, насадили. Подкрутили, подтянули. Насадили, подкрутили. Подтянули, завинтили. Насадили, подложили. И, блин, не готово. Подкрутили, насадили. Вставили, воткнули. Подставили. Натянули, подставили Готово Очень долго монтируется эта раковина От этого мне очень грустно Следующая комната у нас под отделку Это вот эта вот Самая газонебезопасная комната Взрывы небезопасные Естественно, очень небезопасные Кто же думал, что газовые баллоны Я бы их, конечно, продал, но они нам Хватит ползать по лестнице Они нам, может быть, пригодятся Нахера не знаю, но вдруг что Так, стиральная машина Стира... Стиральная машина Их всего аж целых две Поэтому выберем вот эту У нас деньги есть, мы богаты вообще Такие буратины Выкручиваем Выкручиваем Ну, выкручивай давай, ну Выкручиваем Выкручиваем Вытаскиваем Выкручиваем Выкручиваем Зачем мотать камеру Это отвинь просто назад ее Да и я сам выкручу Зачем мне все время вот это вот Передергивать Давай прикручивай заднюю панельку Вот нахрена мне вот это вот Дергание Я и так вижу эти болтики У меня Монитор тут с телевизора стоит Ёпта твоя мать Я Грех не увидеть этот болт Он у меня Вот с палец вот с этот Понимаешь, как я его могу не увидеть Что это такое-то? Зачем дергаться? Я мышкой промазываю из-за этого Так Еще один шланжик подтянули На 30 минут поставили стирочку Запустили И поехало все Так, ну здесь в принципе-то Не нужно больше ничего, наверное, да? Или все-таки что-то нужно Под вот эту вот Конетель-то? Нет? Что нам нужно еще в сантехнику? Сантехника-то нам нахрен не нужна Мы в сантехнике уже все были Для ванной комнаты Нужна еще какая-то Мебелина? Блять Да нет, наверное Пойдем в выживание Посмотрим, что там в выживании-то еще есть В защиту Канализационный водосток Бронированные двери Они и так все есть Галоши Это не галоши Это кирпичные сапоги Баррикады Канализационный водосток Стал баррикадой Представляешь? Вот это новости Ручной пулемет Купить Сейчас Поставим его, блять Вот сюда вот И будем стрелять Можно? Можно? Нет, нельзя стрелять В упор просто, блять Будем расстреливать Тех, кто приходит к нам Как его называют? С вот этой лестницы Он такой спускается Прикинь, ты спускаешься А на тебя ствол смотрит Ты такой Ебать колотить Вот это Радушие Вот это радушный прием И сам того не ожидая Сдаешься И все И отдаешь все свои деньги Зачем продать? У тебя их и не так нет Крышками, наверное, расплачиваешься Эй Ты что зависла-то? Это не дела А ты мне давай так не пугай А то мало ли что Не сохранишь сейчас И все По поводу Ремонта самого Как такового Ребятки Вы обязательно мне напишите Что к чему и почему Что сюда можно добавить Я просто даже Понятия никакого не имею Чего можно засунуть В бункер Что в бункере должно быть? Я играл в Fallout Обычный И Fallout Shelter Я не помню, что там было Там в бункере была спальня Спальня есть Вот спальня Есть даже телевизор Там была кухонька Там столовка была В столовке был Был один стол Единственная И варочная панель Собственно говоря Здесь Это и... А, ну жрать-то мы Негде жрать Понятно Давай купим Для того, чтобы Здесь можно было поесть Мебелину И, естественно, в столовку В столовке должен быть Стул и стол Стол такой малюсенький Должен быть Прям такой малюсенький Малюсенький Деревянный Обеденный стол Деревянный Обеденный стол Нет, столы Тут же есть подразделение Зачем я ищу Вручную Ой, дурачок Ой, дурачок Квадратный стол Модерн Мне, блин Просто за которым Можно сидеть Простой стол Во, блядь Для меня прям сделали Смотри-ка Белый Нет, не белый Нужен серый древесин Серый древесин Серый древесин Отлично Купить сейчас И куда? А столовая У нас с тобой будет Это будет не столовая Это больше, конечно Будет походить на Такую Обеденный уголок Обычный Но в целом-то прикольно Столовая Столы Стулья Стулья Мне нужен стул Такой, какой Простой стул Есть Как простой стол Только простой стул Прозрачный стул Не нужен Главное, чтобы не жидкий Блядь Где здесь стул Нормальный стул Обычный стул Куча светлых Темных Угловых Угловой левый шкафчик Это же стул Ты что придумываешь-то? Плетеный стул Да мне не нужен плетен Мне нужен, блин На котором сидеть можно Давай купим вот такого Ингольфа И в серой древесине, естественно Купить сейчас И на стол поставим Декорированную Какую-нибудь хреновину Декор Камин, зеркала Пол Постоянное украшение Растение Растение Поставим с тобой Ичеверию Нет Молодой Молочай Милюса Кактус От радиации спасает Говорят В белом горшке Нет В белом горшке лучше Купить сейчас Пускай он там стоит От радиации Нас спасает Мы же все-таки Блять В этом В бункере сидим От радиации Спасаться нужно Здесь можно Что организовать? Здесь можно У нас самое главное Знаешь что? Нет У нас сейчас самое главное Это нет Этой Как я называю Это Блять Радать Короче Все Писту У нас нет С тобой Сейчас скажу Как называется Уди 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 Выживание В защиту Противогаза Купить сейчас И бросить его Нужно Вот сюда Сюда А давай купим Несколько Когда воздух Будет заражен Я буду жить Будешь же ты жить Обязательно Конечно Сюда Несколько Противогазов Насставим Наложим Ну чтобы Реально Хоть что-то Было похоже На правду То есть Мы же реально В бункере Мы выживаем А тут Какая-то Получается Лайтовая Тема С выживанием Потому что У нас нет Никакой Опасности Если была опасность Я бы сейчас Естественно Уже Организовал Всякую Оборону Организовал Бы уже Отряды Какие-нибудь Там собрал Не знаю Оружие бы закупил Хрен знает Сколько Вот сюда Можно пистолетов Напихать Зачем Тоже Не знаю На защиту На Револьвер Пистолет Купить Сейчас Вот сюда Пусть пистолет Лежит Вот здесь Пусть Оружие Револьвер Пусть лежит Кто-то Оружие Свободно Продает Я вообще Не представляю Но Видать Есть такие Дельцы Штурмовая Винтовка Бункерная Лампа Но это Мне все Не нужно Это тоже Мне все Не нужно Генератор Генератор Электрогенератор А генератор От электрогенератора Чем отличается Что генерирует Генератор Обычный Тогда Ничего Ладно С этой стороны Мы пулемет Стоять не будем Потому что Как-то глупо Получается У нас с одной стороны Уже есть Туалет Мы сделали Ванную Мы сделали Пулемет Поставили Стрелять Если что Будем Вон туда Газовые баллоны Если что Стоят Все в принципе Отличненько Посмотрим Что у нас там Пишут по покупателям Вообще Что они там пишут Нормально Мне нравится Все В принципе Им нужно Именно продавать За 60 тысяч Штраф Если мы не будем Продавать То можно И не продавать Но Ты обязательно Мне напиши В комментариях Что здесь нужно Добавить И что здесь Не нужно Добавить Что здесь Нужно убрать Что здесь Явно лишнее А мы В следующей серии С тобой займемся Этим Так что Давай мы на этом Попрощаемся Незаконченный Получается У нас ремонт Бункера И в следующей серии Мы продолжим Ты обязательно Просто напиши И мы все это учтем И организуем Спасибо большое За просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся с тобой В следующей серии И в других видео Пока